Виталий Гасаев Виталий Гасаев В Москву нельзя завоевать или покорить набегами, наездами. Татары-монголы пробовали, не получилось. Когда они стали там жить, то тогда они уже по-настоящему завоевали. Дело в том, что все делается именно так, что надо приезжать и основательно там жить. И завоевывать. И завоевывать. Но сейчас, когда есть интернет, это не обязательно жить в Москве. Сейчас гораздо проще. Сейчас намного проще. Самое главное, чтобы соцсеть, что-то придумать, записать хорошую песню, хороший клип и набрать лайков. Виталий, сейчас в крае готовится концерт, большой концерт, посвященный Владимиру Высоцкому. Вы там тоже участвуете. Какой у вас репертуар? Какие песни будете исполнять? И почему именно эти песни взяли? Я буду исполнять две песни сольных и, ну, естественно, участвовать в двух финальных песнях. Мне дали песню «Вершина», «Здесь вам не равнина», «Здесь климат иной», «Идут лавина одна за одной». Классика, классика. И «Мы вращаем землю». Вот. Почему эти песни? Ну, я так попомню. Нет, подождите, вы сказали, вам дали. То есть вы не выбирали, вам... Ну, дело в том, что, когда этот проект стартовал, то приглашали в качестве звезды Александра Эвскляра. И он как раз пел эти песни. Сейчас одну звезду... Сейчас эстафетную палочку передали вам. Ну, Владимира Семеновича Высоцкого нет проходных песен. Я, конечно, в моем репертуаре еще есть песня «Коня привередливая». Ну, тоже классика, в общем-то. Ну, здесь как бы режиссер сказал, что уже программа установлена. Ах, ах, ах. Так что давайте вот эти пока. Но пока идут активные репетиции, я правильно понимаю? Да, ну уже все. То есть как бы... За вашим инстаграмом я примерно... Все уже. То есть репетиции в полную силу, отрепетировано все. Но с этим проектом мы поедем в Новосибирск. Там я еще буду петь «Дом хрустальный» и «Парус». Чуть программа по шее. А вот, кстати, про гастроли. Вот про гастроли. Многие знают, что вы собираете большие залы на Алтае, да, и вот опять же у вас плотные гастроли по Томску, по Новосибирску. Там-то как публика? Как воспринимают вас? Вы знаете, люди идут, и у всех огромная ностальгия по вот именно по 90-м. Вот когда мы только-только начинали. Я уже, допустим, смотрю в зал, и вот первые ряды, ну, практически родня уже сидит, понимаешь? И очень вот такие душевные концерты получаются. Сейчас в основном по сибирскому региону не отказываюсь ни в коем случае, когда меня приглашают. Вот в село Первое Майское я ездил. Сейчас скажу, вот в Завьяловске, в Завьялово поеду с концертом. И в Москве, я смотрю, вы часто это тоже. Москва, Питер, это само собой, то есть я стараюсь. Ну, в Москве, в Питере оттуда приезжают люди со всей центральной части. Мне очень понравилось, как в городе Санкт-Петербурге одна бабушка, я говорю, ну, здравствуй. Ну, разговариваю, она говорит, я из самого Мурманска приехала. Ничего себе. А я, дело в том, что я в личку всегда всех своих друзей приглашаю из соцсетей. Она говорит, ну, как же, сам Гасаев меня в личку написал, и я все бросил, приехал из Мурманска. Наверняка ни один серьезный концерт не обходится у КВНщиков, безусловно, без шутов, без юмора. Ждут, не отпускают. А вот расскажите, расскажите какую-нибудь историю, байку, может быть, связанную с концертом. В городе Ежевске у нас такая история была. Перед выходом на сцену, к нашему капитану Григорию Малыгину, организатор, говорит, сейчас, Гриш, на сцену выйдешь и позови, пожалуйста, мэра города. Он, говорит, стоит с этим поздравительным адресом, чтобы, ну, на сцену. Он идет, и вот что-то клинануло такое бывает. Ну, когда плотный график, и стоит какой-то мужик. Он говорит, мужик, какой город-то? Он говорит, Ежевск. Он говорит, спасибо. Выходит, говорит, здравствуйте, дамы и господа. А сейчас приглашаю на сцену мэра города Ежевска. И выходит этот мужчина с этой папкой. Малыгин говорит, я не знал, куда проводиться. Я развернулся и такой, он загулялся, показывает. Вот такая история была. Здорово, здорово. А вот возвращаясь к творчеству. Сейчас вот выпускаете альбомы, может быть, синглы? Сейчас вот я даже не знаю, потому что компакт, диски и компакт проиграли. Они уступили флешкам все. Так. Вот. Но люди спрашивают. Спрашивают, почему, типа, нет. Я говорю, вот у меня получается так. Выпустишь маленькую партию, и она даже практически не доходит до зала. Раздаете, да? Сдаю друзьям, знакомым. Это, знаешь, как у Башлачева. Эх, не умею ковать железо я. Ох, до носа мне черный дым. Так и я. Вот не умею ковать железо. Но тем не менее альбом выпускаете. Крайний. Когда вышел, как назывался, может быть? Крайний альбом был у меня «Сибирский характер». Сейчас я готовлю новый альбом. Практически уже, практически в стадии завершения он находится. Рабочее название «Сердце Сибири». Там будут песни про Барнаул, наконец-то я написал про любимый город. Две будут песни посвящены, три, Василию Макаровичу Шукшину. Все-таки 90-летие в этом году. А я как человек, который просто, ну, нет русского человека, который бы не любил Шукшина. А нам-то сам Бог ввели, он наш земляк. Так что вот, скоро в времени это все выйдет, и я думаю, обязательно сделаю презентацию этого альбома в городе Барнауле. И у меня мечта сделать это с живой командой. А вот возвращаясь, вот 1 февраля у вас большой сольный концерт. Давайте, расскажите, где он, какие композиции? 1 февраля в концертном зале в Сибири. В шикарном нашем зале. Во сколько? В 19.00. Там, я уже отметил, 23 композиции. 11 из них, это будут премьерные. Я изначально на афише не стал указывать, новая программа. А потом, когда к подготовке, и у меня спрашивают, слушай, ты где эти песни берешь? Я говорю, вот такое ощущение, очень много будет авторских конкретных. А есть прям вот люди после концертов подходят и говорят, вот у меня есть такая песня. Скидывают мне на почту, и вот если она, говорю, укольчик в сердце делает, шикарную мне песню из Новосибирска «Дурачок» подарил знакомый. Потом Александр Пушной сделал аранжировку известной песни за того... Пушной? Да. Пушной, ребята. Это мой, наш коллега. Да-да-да, Новосибирец. Мы же с ним объездили, пригласили в команду и объездили всю страну вместе. Подождите, возвращаясь к композиции, в каком стиле? Металл, металл, там что-то. Ну, это будет премьер. Я одно хочу сказать, это очень интересно, очень интересно. Дело в том, что... Заинтриговали. А песня на стихи нашего земляка Роберта Рождественского... Рождественского, ничего себе. ...за того парня, я когда услышал, у меня аж мурашки по коже, и такие же эмоции идут у зрителей. То есть он полностью аранжировку... Да, я не буду сейчас все карты раскрывать. Ах, заинтриговали. И опять же говорю, с кемерской поэтессой две песни вот как раз про «Сердце Сибири», про Алтай, и конкретно про Василия Макаровича Шукшина. С новосибирским автором написали песню про Барнаул, песню про мой родной театр «Калейдоскоп» к 40-летию. Песня про Барнаул. Вы автор слов, музыки. Музыки. Музыки, да. Слова 48 лет. Как я говорю, все пробовал слова. Я рассказал ему на эмоциях все вот это, передал, а он зарифмовал. И получилось очень весело. Единственное, что когда пригласили гармониста, чтобы он прописал партию, а он из народного ансамбля, чулдоны из Новосибирского, и он сделал... Я хотел как Гаррика Сукачева, чтобы она злая гармошка была, а он сделал такую сибирь кадриль. Сибирскую кадриль, вот я бы так сказал. Ну что ж. Ну, я одно хочу сказать. Давайте. Кирилл, и тебя приглашаю на концерт. Мои концерты никогда не были скучными. Это точно. Как сказал мне один мой знакомый, он говорит, знаешь, я спрашиваю про твой концерт, и я говорю, ребята, это всегда честно и всегда качественно. Так что в концертном зал Сибири жду. Спасибо. Отличных вам наступлений, отличного концерта и благодарной публике. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, это был Золотой голос КВН Виталий Гасаев. До новых встреч. Любите музыку, слушайте музыку. Спасибо. Это был Золотой голос КВН Виталий Гасаев. Субтитры создавал DimaTorzok